В эфире же недельное обозрение Тюменская арена в студии Ван Лобов. Здравствуйте! Как обычно, начнем с короткого перечня тем, которые затронем в сегодняшней программе. Олимпиада прошла, но эмоции не отпускают. На прошедшей неделе в областном центре побывал капитан волейбольной сборной страны, а сами горожане устроили флешмоб в поддержку сестер Авериных. Тише едешь, дальше будешь. К этим ребятам крылатая поговорка пока что применима. В спортшколе Рубин прошел набор будущих хоккеистов. С виду хрупкая, на деле сильная. Алина Сергеева завоевала золото Кубка Европы под дзюдо. Российские олимпийцы сейчас на расхват. Вот и капитан национальной сборной по волейболу, серебряный призер игр в Токио Игорь Кобзарь, который небольшой отпуск проводит в Тюмени, не отказался от приглашения встретиться с воспитанниками городских спортивных школ. Теми, кто увлечен игрой у сетки. Известный связующий выступил в роли связующего звена на одной из тренировок юных мальчишек и девчонок. Мероприятие прошло в формате общения. Дети задавали вопросы, Кобзарь охотно на них отвечал. Воспоминания из детства, главные моменты спортивной биографии – семья, Олимпиада. Обсудили все от мала до велика. Особенно к детям, когда просят прийти, я понимаю, что, наверное, я как-то могу повлиять частично на их взгляды какие-то, на их приоритеты в жизни. Поэтому это самое дорогое, что может быть. Поэтому к детям я всегда соглашаюсь прийти. Не заставляли. Но вот он, призер Олимпиады. Двухкратный победитель Лиги наций, шестикратный чемпион России и еще куча титулов. Который в итоге без внимания не оставил никого. Раздал кучу автографов и сфотографировался буквально со всеми. Особенно памятная встреча стала для Радомира Варапаева. В день мероприятия у него были именины. Кобзарь и здесь не остался в стороне. Подарил юному волейболисту свою футболку. То, что сказали, что Кобзев приедет, я только вчера узнал. Я обратился, думал, вот сейчас автограф не получу, все остальное. А еще оказалось, что и в день рождения еще. Повезло. По итогу счастлив был не только Варапаев. Для всех детей встреча стала большим событием. Еще вчера Игорь бился в финале Олимпиады, а сегодня стал вполне осязаем для тех, кто считает его кумиром и примером для подражания. Мои ожидания продались все сто процентов, потому что я очень хотела узнать мнение эксперта, потому что я тоже связка. Было просто интересно послушать человека, посмотреть, как все на Олимпиаде. Может быть, там интересно. Просто очень было. Мы еще очень сильно болели и очень интересно было узнать о человеке, который буквально неделю назад еще был в Токио, а сейчас уже у нас в Умении. Очень давно хотел увидеться с каким-то игроком в сборной. Очень классно. Давно мечтал об этом. Одна из мечт сбылась. Надеемся, что и мечта Игоря Кобзаря тоже исполнится. И он станет олимпийским чемпионом. Следующий шанс должен наступить уже скоро, в 2024 году в Париже. На самих Олимпийских играх в Токио без неприятных историй все же не обошлось. Впервые за 25 лет Россия осталась без золотой медали в художественной гимнастике. Результат сравни поражению, который эксперты назвали не только сенсационным, но и местами несправедливым. О том, как в стране решили поддержать сестер Авериных Дину и Арину, расскажем далее. Сестер Авериных называли главными фаворитами соревнований. Но в финале Олимпийского турнира Дина уступила золото сопернице из Израиля. Арина и вовсе стала только четвертой. Причем работа судейской бригады спровоцировала горячие обсуждения в интернете как среди профессионалов, так и любителей. Все эти титулованных гимнасток активно поддерживают. И Тюмень, естественно, не могла остаться в стороне, организовав показательные выступления юных гимнасток. Ну, как ни крути, какие-то подобные действия, которые происходят на Олимпийских играх, немножко выбивают из колеи. Опускаются руки, какие-то психологические моменты не очень приятные случаются со спортсменами. Причем не только с участниками Олимпийских игр, но и с теми, кто стремится к ним, и для кого Олимпийские игры пока на уровне мечты. К последним относится воспитанница спортивной школы «Прибой». Девушки исполнили номер под композицию «Кукушка». На постановку ушло рекордные два дня. Причем часть выступления – это олимпийские элементы из программы «Оверенных». Наши гимнастки так были воодушевлены, что отдали максимум сил своих и возможностей, что на таком, как бы, как сказать, адреналине у них все получилось. Всегда старались делать на три головы выше, чем наши соперницы. Но сейчас, значит, должны делать на пять голов выше. Я до последнего уверена была, что Дина все-таки поднимет российский флаг вверх Олимпийского комитета. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. И надеюсь, что у них найдутся силы еще остаться на следующий год и всем доказать, что они лучше. Поддержать спортсменок может каждый. И для этого нужно выложить видео в сеть с хэштегом «Верим в Оверенных» и «Дина, ты наше золото». 13 августа, в день рождения гимнасток, ролик презентуют в Нижнем Новгороде. Там, где выросли спортсменки. Если вы хотите, чтобы ваш сын, внук или даже правнук рос сильным, целеустремленным, воспитывал в себе бойцовские качества, не зависал часами в интернете, а в будущем невесты выстраивались к нему в ряд, то запишите его на хоккей. Например, в Тюменскую спортивную школу «Рубин». Сейчас как раз идет набор детей 2015 года рождения. Группа уже тренируется, а некоторые ребята делают успехи. Смотрите далее, чем мог бы заниматься сейчас ваш ребенок. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Первый раз. Дальше двигайся, Мирон. Мирон чуть съем. Отходи дальше. Ориентировочно мы тренируемся 3-4 раза в неделю. Вот поэтому дети еще только начинают приходить. Некоторым детям просто легче дается. Папа, он меня заставил хоккеем заниматься. И я захотел тоже. И я начал заниматься. Если бы не мои друзья, тогда бы ничего этого не было. Я всегда... Нормально. Потому что мама решила, чтобы занимался я хоккейом, и она работала. Чтобы нам идут покупать вещи. Самое главное занятие хоккеем – это характер. Если у детей этого характера нет, то мы стараемся его у детей закалить или развивать. У тюменских дзюдоистов на Олимпийских играх в Токио медалей завоевать не получилось. Зато на Кубке Европы молодой состав выступил блестяще. Сразу две награды в родной город привезли воспитанницы ЦОП Тюмень-Дзюдо. О том, как это было, рассказываем в подробностях. Очередное золото выиграла 22-летняя Алина Сергеева. К финалу дзюдоистка шла, не замечая соперниц. Первые два поединка закончились с неоспоримым преимуществом Тюменки. Она оформила и поны против конкуренток. А в решающей схватке одолела одну из сильнейших спортсменок Казахстана – Абибу Абужакинову. Мне нужно было конкретно золото. Я даже не рассматривала никаких других вариантов. И как бы это самоуверенно не звучало, но семья себя там никого не видела и не считала. Поэтому переживала только за какую-нибудь случайность, что что-то может пойти не так. А в себе была уверена. Талантливая юниорка тренируется под руководством Андрея Вуколова. Первые детские шаги к большим победам делала с ним же. Я помню один случай у нее такой был. Ее переводят на одну смену, а я с утра, по-моему, не работал. Говорю, ну будешь приходить к тренеру к другому? Я в школу ходить, говорит, не буду к вам ходить тренироваться. Мой тренер – это как мой второй отец. Он всегда с детства везде мне помогает. И даже не в моментах спорта, в любой момент я могу к нему обратиться. И всегда он мне поможет в любой ситуации. И всегда поддерживает, всегда рядом. Цели на предстоящий сезон столь результативного тандема увеличиваются с каждым разом. Неудивительно, ведь Алина регулярно возвращается домой с золотыми медалями чемпионатов страны и европейских турниров. Вышла уверенно, все на своем опыте, на своем классе отработала. Она сейчас прямо настроена на результат, чтобы на максималку отработать. Я думаю, это передолимпийский цикл, который сейчас три года. Я так смотрю на нее, как бы вижу, она прямо заряжена на него. Не осталось без медали подопечная Азата Фаттахова и Бориса Кутырева Валерия Таратунина. Из Оренбурга она уехала с бронзой. Физические данные надо добавить, но и эмоции. Эмоции надо накопить, потому что девчонки, они все равно борются эмоциями. У нее пока их маловато. Третье место Таратуниной добавило приятных хлопот национальному тренерскому штабу. Тименко отбиралась сразу в две возрастные категории – до 21 и 23 лет. С какой командой на сбор отправится 19-летняя спортсменка, пока неизвестно. Ну вообще до 23 соперницы поинтереснее, поопытнее будет. Мне больше нравится до 23 бороться. Скоро чемпионат будет в Майкопе. Хочется там закрепиться во взрослой сборной уже и ездить на более высокого уровня турнира. Сейчас девушки готовятся отправиться на сбор национальной команды страны. Далее в программе. Возвращаемся в Токио. Дмитрий Рыбяков поделился заключительными впечатлениями от главных игр планеты. Кусочек Америки в сердце Сибири. Тюменская команда «Черные Соболи» играет в футбол, но отнюдь не российский. Заморским атрибутом в нынешнее время принято считать и биту. Однако не стоит забывать, что в советское время каждый второй играл при помощи нее в городки. Поселки Вензели стараются вернуть былые традиции. Отголоски самой непростой и запоминающейся Олимпиады в Токио еще долго будут звучать в сердцах болельщиков. И речь не только о секундах и медалях. Главные игры четырехлетия – это еще и встречи с разными людьми, наблюдения за событиями. Сегодня журналист Дмитрий Рыбяков, работавший в Японии три недели, расскажет о двух таких встречах. Но начнет с олимпийских сувениров. Очередь в единственный магазин олимпийской атрибутики, расположенный в главном медиа-центре, была всегда – утром, днем, вечером. Дело в том, что внутрь помещения запускали не больше шести человек одновременно. Счастливчики старались поскорее что-то выбрать, понимая, что у коллег, которые еще стоят в очереди, немного времени. Кое-какое разнообразие сувениров было, но все-таки по сравнению с предыдущими играми – скудное. Коллекционеры просили привезти что-нибудь с волейбольной символикой. Увы, не обнаружил. Говорят, что видели подобное в олимпийской деревне. Цена на сувениры была в 2-2,5 раза выше, чем, допустим, в Рио-де-Жанейро или Пхенчане. А вот в дзюдо и самбо у нас все хорошо. Правда, кроме медалей на играх в Токио. Прекрасно, по мнению коллеги из Монголии, складываются и отношения между нашими странами. И русский, и монгольский народ жили вместе, как друзья. Ну, так сейчас тоже. Наш президент, бывший президент, он жюдист, Путин жюдист. Они вместе. Я 8 раз подкрыровал Путина. Я личник монгольской президентской фотографии был. Поэтому там много встречи, там подкрыровал. Путин тоже в Ламбаде был. Президент Монголии Халтмаагейн Баттулга когда-то становился чемпионом мира по самбо. Потом стал классным дзюдоистом. Самбо, да, Баттулга. А сейчас поменял дзюдо. Сейчас дзюдо? Да. Он сейчас здесь, в Токио. Здесь, в Токио? Да. Он с дзюдоистами приехал. А сейчас полный дзюдо там был у нас президент. Да. Тебе надо, я тут могу послать. Спасибо. С целью там Латакан. Там целью сидел. Каждый день сидел, смотрел дзюдо. Со многими коллегами встретимся уже скоро. Через полгода зимняя Олимпиада в Пекине, так что скучать некогда. Черный соболь в природе встречается весьма редко, а его мех считается очень ценным. Проблематично отыскать в нашей стране и приверженцев американского футбола. Однако Тюмень в этом плане исключение. Команда по этому виду спорта существует в нашем городе уже 7 лет и носит гордое название «Черные соболи». Кто вы? Тюмень! Черные соболи! Парадоксально, но это вполне по-русски. Тренировка команды по американскому футболу среди тюменских березок. Черные соболи разношерстны как по возрасту, так и по роду занятий игроков. Среди них есть студенты, пожарные и даже десантники. Это как тотем примерно, да, то есть накалываешь. Как у индейцев было, для устрашения врага, вот. Но каким бы русским не был американский футбол, играть в него надо по правилам. Если очень коротко, то на поле выходят две команды по 11 человек, которые попеременно то обороняются, то атакуют. Стороне, владеющим мячом, дается 4 попытки продвинуть его на 9 метров в сторону очковой зоны соперника. И это будет продолжаться до тех пор, пока оппонентам не удастся отобороняться во всех четырех случаях. Либо... Если они проходят в end-зон, ну, либо же в конечную зону, так называется, то они зарабатывают 6 очков, то есть тач-даун. Экипировать игрока в американский футбол можно за вполне адекватные деньги. Поддержанный, но вполне приемлемый по качеству комплект экипировки стоит 5-7 тысяч рублей. А если совсем новый, то 15. Сильная. Стрит-центр. Стрит-центр, понял? Да. Азарт, борьба, взрыв тестостерона. Чего еще желать настоящему мужчине? Я же тренировался. Как? Это тебя? Да. Нет, тут тренировка. Нет, ну, более-то. Ты грязный. У меня муж такой очень мужественный. И мне это нравится. В один какой-то прекрасный момент принес за мной шлема, мячи, каркасы. Я была вообще в шоке с этого всего, но очень интересно. Да, он называется американский. Может, это кого-то смущает, но я не знаю, тут духа русского здесь больше, чем в любом другом виду спорта. Парни бьются просто за каждый метр. Вот. Не дают ни пройти, ни пробежать. Скоро тюменские мастера американского футбола выступят на чемпионате Евразии. В Екатеринбурге они столкнутся с хозяевами команды из Челябинска и, возможно, Казахстана. Если вам исполнилось 16, дерзайте. Черные Соболи продолжают набор игроков. Всю информацию можно узнать на соболиных пабликах в социальных сетях. Сколько бит нужно кинуть, чтобы стать мастером спорта по городкам? Об этом не понаслышке знают тюменские мастера. С каждым годом народная игра развивается и в области появляются юноши и девушки топового уровня. Особенно это направление популярно в поселке Вензели. Местных жителей подкупает доступность и азарт. На городках-то можно постоянно заниматься, даже когда у тренера нет. Вообще просто интересно, это как хобби. Вензелинская школа на хорошем счету и во всей стране. Тут почти каждый городошник уже имеет огромный багаж побед. От школьных спартакят до чемпионата России. А суть игры выбить все фигуры за пределы отведенного квадрата, используя как можно меньше бит. Несмотря на внешнюю легкость, для выполнения норматива мастера спорта нужно серьезно постараться. Играет 3 дня по 30 фигур. За 3 дня на 90 фигур он должен затратить не более 132 бит. Дарья Круглякова смогла это сделать. В свои 19 она уже призер чемпионата страны и входит в состав сборной России. Занимается городками седьмой год и стабильно получает право отдохнуть в Крыму благодаря отличным результатам. Четыре раза ездил туда отдыхать как ребенок, мне очень сильно понравилось. И в этом году я уже туда ездила работать. Целую смену я преподавала в городки для детей, которые там отдыхали. Безусловный плюс городошного спорта – его эффектность. Здесь есть даже шоу-программы, за которые берутся только профи. Скажем наперед, бита весит порядка 4 килограммов. Не страшно было? Конечно, страшно. Но уверенность в своем ученике возобладала. Конечно, страшно. Вдруг покалечит тренера, я не знаю. Вот вроде все говорят – городки, городки. Сейчас проверим, насколько это просто. Давайте мне мастера спорта. На самом деле, до мастера тут как до луны. Как сказали эксперты, за такой бросок спортсмен обычно получает штрафные баллы, так как бита коснулась пола до зоны с городками. Как оказалось, тонкостей здесь немереное количество. Вот, например, 12-летнего Матвея Брюховецкого все называют бабниками. Матвей, ну расскажи, почему ты бабник? Ну, потому что я очень хорошо выбиваю фигуру «Польметное гнездо». «Польметное гнездо» раньше называлось «Бабушка в окошке». Хоть городки и не входят в состав Олимпийских игр, спорт этот постепенно возвращает массовость. В Тюмени сыграть в него можно в Комсомольском парке. Уже несколько лет в Тюмени при поддержке городского департамента по спорту и молодежной политике реализуется уникальный социальный проект – спортивный заряд. Суть его в том, что известные атлеты, чемпионы и рекордсмены приходят в парки, во дворы и занимаются физкультурой с обычными людьми. На этот раз спортивную разминку для всех желающих в сквере шахматистов проводил знаменитый силач, многократный чемпион России по тяжелой атлетике, признанный мастер силового экстрима, а с недавних пор еще и боксер Михаил Кокляев. Сегодня – начало дня физкультурника. Друзья, давайте поаплодируем. Аплодисменты! Шесть, семь, вот женщина правильно делает, девять. Шесть, семь, восемь, восемь. Я пришла на мероприятие, заниматься спортом. Потому что это круто. Спорт для нашей жизни. Люди, взрослые и дети подтягивают, вытягивают и приседают. От души для здоровья. Поддерживать форму, поддерживать здоровье – это очень полезно. Да и просто заряжаешься позитивом, когда занимаешься спортом. И десять отжиманий. О, десять отжиманий. Самый тяжелый, который перемещал, шесть с половиной тысяч тонн – это плавкран «Волгарь» в Астрахани. А самый тяжелый предмет, который поднимал с полон головой – это тяжелокническая штанга в 2007 году на чемпионате России в городе Невиномыск, став чемпионом страны в этом упражнении, поднял нас с полон головой 250 килограммов. Волейбольный сезон становится все ближе. Уже в начале сентября женскую тюмень ждет первая проба сил. Девушки сыграют на Кубке Сибири и Дальнего Востока, который пройдет в Красноярске. Сейчас сибирячки находятся на сборах высшими. Перед отъездом наша съемочная группа успела пообщаться с командой. Естественно, сейчас полным ходом идет подготовка к сезону. Первую ее часть волейболистки провели в родном городе. Тренировались на базе Академии спорта. Большую часть времени уделили работе над физической формой. В принципе, я доволен. Девочки, как я уже говорил, они подготовленные вышли с отпуска относительно. Проблем никаких не было. Да, подготовленную часть мы практически закончили. Сейчас уезжаем на сборы, там основная работа уже будет. В процентном отношении, ну, процентов, наверное, 70-80 даже было в физической работе. Ну, скорее, для тонуса. Основная физическая работа будет еще на сборе. Состав команды изменился довольно значительно. В том числе за счет привлечения собственных воспитанниц из молодежки. В Тюмени в предстоящем чемпионате будет несколько игроков 2003 года рождения. Одна из них – Ева Шварц. Волнения нет, были настроены еще летом. То, что придется выступать на таком уровне. Наоборот, это только настроение поднимает и мотивация, то, что мы сюда попали. И так все случилось и получилось. Есть новички и из других клубов. Так, Ольга Микулина в прошлом сезоне стала чемпионкой высшей лиги А в составе Череповецкой Северянки. Но решила, что в карьере необходимы изменения. Это связано, в первую очередь, с тем, что нужно получать дальнейший игровой опыт, нужно развиваться и как индивидуально, так и в команде. То есть, все, чему я научилась, мне хочется этот опыт передать и помочь достичь определенного результата. Основная часть подготовки к сезону у Тюменок пройдет в Ишиме. Сбор на родине Петра Иршова стартовал сегодня. Там уже будет достаточно именно волейбольной подготовки. С мячами, ну, где-то дня через 4-5 уже будет серьезная работа с мячами. Уже состав будем наигрывать. Все остальное. Пасующего диагонального нам не хватает еще пока. Но, в принципе, я уже из этого буду смотреть, кто будет играть в составе. Потому что непонятно, появятся эти люди или нет. И какие люди появятся, тоже еще пока не знаем. В Ишиме Тюменке пробудут до 28 августа. Подтянись к движению, получи свой знак отличия. На этом наша программа подходит к концу. Еще раз поздравляем всех причастных с прошедшим днем физкультурника. С вами был Иван Лобов. Увидимся уже завтра в эфире телеканала «Тюменское время». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА